Музыка Одним миллионерам в Челябинске стало больше. Новый чемпион Европы подзюду, Сержуддин Магомедов, ждет свой приз. Михаил Юрьевич пообещал золотоносному южноуральцу 3 миллиона рублей за победу. Михаил Юрьевич надевает золотую медаль. Южноуралец принес сборной России одну из пяти золотых медалей чемпионата Европы. Еще один представитель Челябинской области Зафар Махмадов завоевал для родины бронзу. Кстати, в Челябинске Россия завоевала в пять раз больше золотых медалей, чем на прошлогоднем чемпионате в Стамбуле. Поддержка, трибун, стены домашние, вот это, наверное, большая помощь для спортсменов. Поэтому я думаю, что все боролись честно, и все прошло отлично. Все было замечательно. Когда мы ехали сюда, не ожидали такого. И люди, которые нас тепло встретили, и место проведения чемпионата, мне все понравилось. Чемпионат Европы подзюду 2012 завершен. Однако город чемпионов готов уже принять следующий международный турнир. Для продвижения Южного Урала, для того, чтобы в мире знали город Челябинск, мы приняли решение для себя, как руководство региона, что нам проще всего продвигать через организацию крупных спортивных мероприятий, воспитание спортсменов, о которых будет знать весь мир. Уже этой осенью Челябинск примет первенство Европы по водному полу среди юниорок. Новый садик для Аши. Губернатор Михаил Юревич направил 10 миллионов рублей на покупку здания для ашинских малышей. В скором времени его перепланируют под детский сад. Сократить очереди в детские сады Южного Урала – такую задачу поставил глава региона перед руководителями муниципалитетов. Уже сейчас Челябинская область занимает второе место в России по обеспеченности местами. В этом году мы запланировали строительство нескольких детских садов и выкуп помещений. В новом садике будет 4 группы, рассчитанные на 100 детей, что позволит существенно сократить очередь в Ашинском районе. Деньги не на ветер, а на газ. Глава региона на этой неделе подписал распоряжение о компенсации затрат на газификацию южноуральских сел. На проведение газа будет направлено более 200 миллионов рублей. Больше половины пойдет из областной казны. Отметим, сейчас в отдельных населенных пунктах газопроводы строят на средства муниципалитетов. Чтобы получить деньги, глава муниципалитетов нужно представить документы о газификации в региональный минсельхоз. Планируется, что уже в 2012 году в шести селах Челябинской области построят около 40 километров новых газовых сетей. Кроме того, в этом году социальные выплаты получат 172 сельские семьи, среди них и молодые специалисты. Более 50 миллионов рублей из бюджета области пойдут на улучшение жилищных условий. Южный Урал в ожидании праздника Великой Победы и традиционного парада. В преддверии 9 мая начались губернаторские приемы ветеранов Отечественной войны и тружеников Тыва. Теплые встречи пройдут в пяти городах области. Первая уже состоялась в Каштыме. Сюда съехались две сотни ветеранов из Низипетровска, Верхнего Ухалея, Карабаша и других северных городов области. Среди гостей и Ермухамед Алмухамедов. В 42-м году его призвали в армию. С пулеметом Максим молодой парень дошел до Калининграда. В 45-м году третий раз ранен в Восточном Плюзе, в Калининградском. Там я ранен и не вален в Веруха. Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников Тыва лично в своем видеообращении поздравил губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Кроме того, глава региона приготовил каждому из 7 тысяч южноуральских ветеранов денежный подарок. Денежная выплата в размере 2 тысяч рублей, то есть ветераны получат. Более того, вы знаете, что в прошлом году Челябин стал инициатором форума тружеников Тыва. И сегодня на приеме, в том числе, и здесь присутствуют не только участники и ветераны войны, но и труженики Тыва. Субтитры подогнал «Симон»